С вами Рик Реннер. Мы снимаем эту передачу у стен Московского Кремля. Мы с семьей живем в Москве. Для России Кремль очень важен. В стране насчитывается 26 разных Кремлей. Само слово «Кремль» означает «город со стенами» или «крепость». Данный Кремль считается самым главным, поскольку находится в Москве. За этими стенами находится официальная рабочая резиденция президента России. Во времена СССР, при КПСС, здесь работало правительство страны. До революции здесь же находились правительственные учреждения царской России. Назначение Московского Кремля сохранилось по сей день. Кремль занимает внушительную территорию. Его периметр составляет 2255 метров. На некоторых участках ее высота достигает 19, а толщина 6,5 метров. И зачем только кому-нибудь понадобилось строить такие стены? Нужно было защитить все, что внутри. В крепости нужен был контроль за входящими и выходящими, чтобы не допустить проникновения внутрь стен вражеских сил. Для этого и были возведены такие стены. Библия призывает и нас с вами бодрствовать. Построить стены, чтобы в нашу жизнь не проникли дьяволы, все то, что повлияет на нас, пагубно. Об этом мы и поговорим сегодня. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реммером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Ранее было сказано, что сегодня мы поговорим о том, что значит бодрствовать. Как построить вокруг себя защитную стену настолько надежную, чтобы дьявол не смог получить доступ к вашим личным делам. Может быть, он уже пробрался в вашу жизнь. Может быть, ваш брак пришел в упадок. Или есть сложности в отношениях с детьми и внуками. Может, у вас полный беспорядок с деньгами, здоровье подкосилось. В личных отношениях не все гладко. Кажется, дьявол уже проник внутрь. Если так и есть, у вас имеется духовное оружие, чтобы выгнать его вон. Но намного легче не впускать его, нежели пытаться выгнать, когда он уже пробрался внутрь. Сегодня я расскажу, как построить защитную стену, чтобы дьявол не смог проникнуть в вашу жизнь. Но позвольте напомнить о предложении моего цикла под названием «Как не впустить дьявола в свою жизнь». Мы сделали из этих передач комплект с учебным пособием, чтобы вы исследовали вместе со мной греческие слова, их значение и каждый принцип, обозначенный в этих передачах. Цикл чудесный, в нем 10 частей. Его можно изучать самостоятельно или вместе с группой. Этот материал поможет вам научиться применять духовное оружие для победы над врагом. Данный цикл насыщен полезным учением. Считаю, что учение должно быть действенным. А сегодня мы откроем первое послание Петра, пятую главу, восьмой стих. В восьмом стихе Петр, уже будучи пожилым человеком и опытным служителем, дает христианам совет. Он пишет. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Скажем несколько слов о глаголе «поглотить». Вам очень нужно понять это слово, ведь оно раскрывает все намерения дьявола относительно нас. Он хочет поглотить вас, на греческом «пино». Это не значит «кушать или есть». Думаю, у вас перед глазами образ льва, пожирающего добычу. Он ест мясо. Такое впечатление создается при чтении синодального перевода. На греческом языке «поглотить» — это слово «пино», которое означает «не есть», а «пить», или в данном случае «хлебать». Когда добыча уже вся съедена, обглодана, и мяса на ней уже нет. Остались лишь остров и жидкость. И теперь лев ходит над костями и выхлебывает оставшуюся жидкость. Жертва уже полностью обглодана, не осталось ничего, кроме жидкости. И теперь лев выхлебывает жидкость. Таким словом, Петр описывает намерения дьявола относительно вас и всех, кто вам ценен и дорог. Да, враг желает помучить вас, но этого мало. Он желает поглотить вас целиком и полностью, чтобы выхлебать вас все соки, и в конечном итоге не оставить от вас и мокрого места. Вот почему в начале 8 стиха Петр пишет «трезвитесь». Слово «трезвитесь» на греческом «нифо», что означает «мыслить четко», а не «как пьяный глупец». Пьяный человек не контролирует себя, принимает неверные решения. И тогда с ним творится не весь что. Петр призывает «у вас должна быть голова на плечах, помните, вокруг вас орудует враг, цель которого замучить вас. Держите ухо востро, думайте трезво, держите себя в руках, не будьте как пьяный глупец, безответственный и принимающий скверные решения, настройтесь серьезно». И затем пишет «бодрствуйте, на этом слове мы сегодня остановимся». На греческом «бодрствуйте» — «григорио». Я зачитаю своих заметок, потому что хочу много сказать. Глагол «григорио» — это слово с устоявшимся значением, а именно «подняться после сна». Речь о человеке активном, а не сонном, бодрствовать. То есть не быть сонливым, небрежным, быть внимательным, то есть не быть беспечным, невнимательным. Быть предельно внимательным, быть начеку, соблюдать меры предосторожности, быть в полной боеготовности, пребывать на защите своих границ. Это значение мне нравится больше всех. Оно точнее передает значение этого слова. Пребывать на защите своих границ ввиду присутствия враждебных внешних сил, намеренных пересечь границу. Зачастую глагол «григорио» понимали именно так. Его использовали для описания враждебных внешних сил, намеренных проникнуть внутрь. «Во избежание этого строили стены, заслоны, баррикады, укрепительные сооружения, чтобы защититься и не дать врагу преодолеть заслон». Именно такое слово использует Петр. Он хочет подчеркнуть, что вокруг нас действуют враждебные силы, намеренные пробраться в нашу жизнь. Этот глагол «бодрствуйте» как повеление подчеркивает, что на нас лежит ответственность построить баррикады, построить какое-то защитное сооружение, чтобы враждебные силы остались за нашими стенами. Примечательно, что в Ефесянам 4, 27 апостол Павел велит нам, «И не давайте место дьяволу». Слово «место» на греческом «топос» указывало на конкретное реальное местоположение, это географический термин, от которого произошло понятие «топографическая карта». Греческое слово «топос». Этим словом в Ефесянам 4, 27 «И не давайте место дьяволу». Писание учит нас, что дьявол ищет конкретное, реальное место, точку доступа, лазейку, трещину, сквозь которую он проникнет в нашу жизнь, чтобы затем поглотить нас и выхлебать из нас все соки. Приведу пример из личной практики. Моя замечательная супруга Денис всегда строго-настрого следит за тем, чтобы дверь была заперта. Когда мы жили в центре Москвы, я это прекрасно понимал. Москва — многомиллионный город, много лет мы жили в квартире практически напротив Красной площади. В то время мимо нашего дома проходило множество людей, а кто-то заходил в подъезд, и, разумеется, Денис всегда запирал нашу входную дверь. Затем мы переехали в пригород, где и живем по сей день. В нашем районе проживает около 800 тысяч человек. По местным меркам это небольшое поселение. За участком, на котором стоит наш дом, начинается поле, а за полем — лесной массив. Географически, по отношению к Москве, мы проживаем в сельской местности. Но Денис по-прежнему запирает все двери, как делала это, когда мы жили в городе. Она методично закрывает все замки, один за другим, все засовы, на всех дверях. Я постоянно говорю, «Денис, мы живем словно в сейфе. Я не могу просто так выйти на улицу, мешают замки». Денис бдительно следит за тем, чтобы двери были заперты на все замки. И, признаться, порой я шутил над ней по этому поводу. Но однажды я сидел в гостиной и смотрел телевизор. У меня был небольшой перерыв. И вдруг слышу вопль Дениса с прихожей. «Рик, быстрее сюда!» Я вскочил и побежал в прихожую, потому что Денис так никогда не кричала. Когда я оказался в прихожей, Денис произнесла, «Посмотри-ка в глазок запертой двери». Она нарочито подчеркнула слово «запертой», напоминая, кто это сделал. «Посмотри-ка в глазок запертой двери», — сказала она. Я открыл глазок, посмотрела к моему изумлению. С другой стороны, прямо перед ней, перед дверью, стояла ногая женщина. Перед дверью нашего дома стояла ногая женщина. Не знаю, случалось ли вам когда-нибудь видеть ногих женщин у входной двери, но для меня было потрясением увидеть ногую женщину прямо перед запертой на замок дверью своего дома. Женщина была под кайфом. За нашим участком поле, а за полем — лес. Эта женщина вышла из леса, под кайфом, босая, она прошла через все поле, проникла на наш участок с его задней стороны через незапертую калитку, поднялась по парадному крыльцу и принялась колотить в дверь, требуя, чтобы мы ее впустили в наш дом. Она буквально билась в дверь. Мы позвали помощника, он укрыл ее одеялом и вывел с участка. И она начала ждать за калиткой, пока он уйдет, чтобы затем вновь пройти на участок и попытаться проникнуть в дом. Помощнику пришлось ждать достаточно долго, пока она не ушла своей дорогой, пройдя полем и, наконец, скрывшись из виду в лесу. Но до этого она стояла прямо у нас на пороге, колотя в дверь и требуя пустить ее в дом. Посмотрев на меня, Денис сказала, «Ну, Рик, что ты теперь скажешь о запертой двери?» А ведь я шутил над ней по поводу замков и засовов. «Так что ты скажешь насчет запирания дверей?» Меня осенило. «О, да! Не окажешь, эта дверь закрыта, все было бы по-другому». Представляете, я сижу в гостиной, смотрю телевизор, и вдруг передо мной оказывается обнаженная женщина. Был бы настоящий скандал. Женщина под кайфом. Пробралась бы. Поднялся бы такой шум, и вывести ее из дома было бы совсем непросто. Легче запереть дверь и не дать никому войти, чем разбираться с ней уже внутри дома. Да уж. Я тут же вспомнил послание Ефесянам, 4 главу, 27 стих. «Не давайте место дьяволу, заприте двери, заделайте щели». Далее я вспомнил 1 Петра 5, 8. «Трезвитесь, бодрствуйте. Постройте защитную стену от злобного врага, который пытается проникнуть внутрь. Бодрствуйте, это ваша ответственность. Постройте баррикады. Не подпускайте врага». Вот так. Наглядный пример. Жизненная ситуация, реальные события. Мы рассмотрим слово «бодрствуйте» в разных текстах Нового Завета, чтобы раскрыть все его значения. Это значит быть бдительным, соблюдать меры предосторожности или, понятнее всего, пребывать на защите своих границ ввиду присутствия враждебных, вражеских внешних сил. Мы прочтем 12 стихов в Новом Завете, где встречается это слово «бодрствуйте», греческое слово «Григорио». Слушайте и записывайте. Во-первых, Евангелие от Матфея, 24 глава, 42 стих. Иисус объясняет, каким должен быть настрой перед Его пришествием. Читаем слова Иисуса. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». «Итак, бодрствуйте», перевод греческого Григорио. «Бодрствуйте». В данном контексте можно прочесть так. «Следовательно, будьте на чеку». «На чеку». Что-то произойдет. «И если вы не бдите», «не на чеку», «вас застанут врасплох». Далее. От Матфея, 24 глава, и 43 стих. Продолжение слов Иисуса о должном отношении к Его пришествию. В синодальном переводе читаем. «Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы». Вот это слово «бодрствовать», греческое Григорио. «То бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего». Буквально с греческого можно перевести так. «Если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то был бы на чеку, сторожил бы». Далее от Матфея, 25 глава, 13 стих, где Иисус завершает притчу о десяти девах. Давайте прочитаем от Матфея, 25 глава, 13 стих. «Итак, бодрствуйте». Глагол «бодрствуйте», греческое «Григорио». «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». А вот более понятный перевод этого стиха, со словом «Григорио». «Будьте бдительны и настороже». «Будьте бдительны и настороже». Далее от Матфея, 26 глава и 38 стих, Иисус молится в Гефсиманском саду, и о нем написано, «Когда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, «Побудьте здесь и бодрствуйте со Мною». Здесь глагол «бодрствуйте» – все то же греческое слово «Григорио». Лучше перевести его так. «Не смыкайте глаз, будьте внимательны, бдительны, как Я». Иисус просит их не спать, «Быть во внимании, бодрствовать». Далее от Марка, 13 глава, 34 стих, Иисус призывает нас приготовиться к Его возвращению, и использует слово «бодрствуйте», греческое слово «Григорио». «Подобно, как бы кто, отходя в путь, и оставляя дом свой, дал слугам своим власть, и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать». Слово «бодрствовать» – перевод греческого слова «Григорио», можно прочесть так. «И повелел привратнику пребывать на чеку, внимательно следить, не расслабляться». Речь о бдительности, бодрствовании. Нужно быть на чеку настороже или в состоянии повышенной готовности. Следующий текст от Марка, 13 глава и 35 стих. Иисус сказал, «И так бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома». Бодрствуйте на греческом «Григорио». И лучше прочесть так. «Следовательно, будьте бдительны, непрестанно следите за ситуацией». Будьте бдительны, непрестанно следите за ситуацией. Следите. Далее. Прочтем от Марка, 13. 37. Слова Иисуса. «А что вам говорю?» «Говорю всем, бодрствуйте». Вновь мы видим это слово «бодрствуйте», греческое «Григорио», которое легче понять так. «Будьте в повышенной готовности». апостол Павел, обращаясь к лидерам Ефесской церкви в книге «Деяний», 20 главе, 31 стихе, говорит, «Посему бодрствуйте, пометуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». «В его словах посему бодрствуйте», глагол «бодрствуйте» — это греческое слово «Григорио», так и переводится «бодрствуйте». «В данном контексте этот стих можно прочитать так, следовательно, стойте на страже своих границ, ввиду внешних вражеских сил, будьте постоянно бдительны, в повышенной готовности». Этим словом всегда призывают к бдительности, к повышенной готовности. Далее. 1 Коринфянам, 16 глава, 13 стих. Павел призывает всех нас поступать внимательно и ответственно. Вот его слова. 1 Коринфянам, 16, 13. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Слово «бодрствуйте» здесь переведено на русский, как и в других текстах. Греческое слово «Григорио» лучше перевести так «не смыкайте глаз, оставайтесь на стороже, будьте начеку». Мы хорошо видим из Писания, как используется слово «Григорио». Оно всегда подчеркивает бодрствование, осознание вероятностью любых происшествий, которые способны застать врасплох состояние повышенной готовности. Строительство баррикад или другого укрепительного сооружения, которые не позволят врагу проникать на нашу территорию. Все эти значения данного слова Петр подразумевал в своем первом послании, 5 главе и 8 стихе, что побуждает нас с вами относиться к своей жизни ответственно. Вместо того, чтобы, оказавшись под ударом, просто признать факт нападения, в 1 Петра, 5 главе и 8 стихе, нас призывают прежде всего трезвиться, проснуться, не спать, не спите, помните о фактах, мыслите трезво, четко, не как пьяные глупцы, помните, что вокруг вас враги, которые проникают в жизнь. По этой причине он пишет, как нужно бодрствовать, быть бдительным, пробудиться ото сна, помните, что вокруг действуют враждебные силы, которые хотят проникнуть в нашу жизнь. И поэтому вам нужно быть на чеку, построить баррикаду, сделать все, что требуется с вашей стороны, чтобы не позволить врагу получить доступ к вашим личным делам. Вообще повеление для нас — взять на себя ответственность за свою жизнь. А как построить защитную стену? Как это сделать? Когда дьявол пытается посягнуть на ваше здоровье, как его не подпустить? Когда дьявол хочет испортить жизнь вашим детям, как защитить детей, чтобы дьявол до них не добрался? Когда дьявол хочет влезть в ваш брак, в семью, как не позволить ему вмешаться в отношения между супругами? И далее по спуску. Дьявол ищет лазейки, чтобы пробраться во все сферы нашей жизни. Поэтому Библия призывает нас трезвиться, бодрствовать. Здесь не написано, что мы должны бояться. Бояться не стоит. Бог дал нам дух не боязни, а силы, любви и здравомыслия. У нас власти больше, чем у дьявола. У нас есть Божье Слово, Божье обетование, сила Его Духа. А то, в чем нам нужно утвердиться, так это здравомыслие. И пользуясь здравым смыслом, мы сможем возвести укрепительные стены, чтобы дьявол не смог проникнуть в нашу жизнь. Этому посвящен данный цикл. Помочь вам построить защитную стену, чтобы у дьявола не было доступа к вашим личным делам. А что еще говорит Петр в своем первом послании, 5 главе, 8 стихе? Читаем. Он говорит, что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Затем, в 9 стихе, он пишет, «Противостоите ему твердую верою». «Противостоите». Очень важный глагол. В греческом это слово указывает на тщательно спланированное сопротивление. Не на удачу. Не просто ответная реакция на произошедшее с вами. Это стратегическое создание нужной обстановки. Возведение защитной стены. Максимально крепкой и надежной. Вы начинаете готовиться еще до того, как началось нападение. И тогда попытка дьявола одолеть вас окажется безуспешной. Заранее продуманное сопротивление. Вот что означают слова Петра. «Противостоите ему твердую верою». Спланируйте свое сопротивление заранее. Сделайте, что должны, чтобы у дьявола не было доступа. Заприте все двери, заделайте все щели, построите глухую стену, чтобы, несмотря на все свои отчаянные попытки, дьявол не смог прорваться к вам. И пока я вам все это говорю, мне вспоминаются слова Иисуса. В 14 главе от Иоанна. Обращаясь к ученикам, Иисус говорит, «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Примечательные слова. Прежде всего, Иисус называет дьявола князем. Слово «князь» указывает на обладателя законных полномочий. И Иисус не отрицал, что у дьявола есть полномочия в этом мире. «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Вот как можно прочитать. Дьявол может приходить сколько хочет, окружать меня тысячу раз. На меня это не повлияет. Он может окружать меня, ища лазейку в мою жизнь. Но во мне нет для него места. Ему нет доступа в меня. Почему? Потому что жизнь Иисуса была настолько посвящена Богу. Все двери были закрыты, все щели заделаны. Все форточки закрыты. Проникнуть было невозможно. Я признаю духовную войну. Духовная война ведется. Нам нужно оружие против дьявола. Но апогей духовной войны наступает не с применением духовного оружия. Апогей духовной борьбы – это жизнь, полностью посвященная Богу, святая жизнь. Жизнь настолько правильная и упорядоченная, что в ней нет открытых окон, нет щелей, через которые дьявол может проникнуть внутрь. И тогда, вместе с Иисусом, мы скажем, «Даже если дьявол нападет, у него нет места, нет лазейки в мою жизнь». Ух ты! Но чтобы мы могли жить с такой степенью защиты, Петр велит нам трезвиться и бодрствовать, потому что противник наш дьявол. Вот кто! А что значит библейское слово «противник»? Ответим на это в следующей передаче. Продолжим через минуту. Вы чувствуете, что находитесь под атакой. В ваших отношениях, финансах, здоровье. Библия говорит, что дьявол приходит украсть, убить и погубить. Но Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Не позвольте дьяволу проникнуть в вашу жизнь, и вы сможете одержать победу в каждой сфере. Из этой серии аудиопрограмм Рика Реннера на тему «Как не впустить дьявола в свою жизнь» вы узнаете, что ваша жизнь находится под постоянными атаками врага. Эта серия программ доступна в аудиоформате на нашем сайте ignc.org. Не пропустите это специальное предложение и скачайте бесплатно серию аудиопрограмм Рика Реннера на тему «Как не впустить дьявола в свою жизнь» на сайте ignc.org. Меня зовут Джол Реннер. Я хочу сказать вам, что ваша поддержка служения «Облагая весть онлайн» оказывает влияние на тысячи жизней. По всему миру люди стали жить дольше, и многие люди преклонного возраста остаются в полном одиночестве без всякой надежды. Быть забытым всеми просто ужасно. Никто не должен умирать в одиночестве. Но благодаря вашей финансовой поддержке у нас есть возможность помочь этим драгоценным людям. Пожертвования наших партнеров дают им надежду на новую жизнь и чувство сопричастности. Каждую неделю мы устраиваем концерты для людей преклонного возраста. А после концерта мы приглашаем их на изучение Библии, где рассказываем им о Христе. Благодаря таким мероприятиям тысячи людей на закате своей жизни приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И сегодня, если вы еще не являетесь нашим партнером, мы предлагаем вам стать им. С вашей поддержкой мы сможем повлиять на жизни еще многих других людей. Никто не должен умирать в одиночестве. Но что более важно, человек не должен умереть, не получив возможность узнать о Христе. Прямо сейчас, находясь у себя дома, вы можете стать нашим партнером и принять участие в судьбе этих людей. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт iGNC.org. Помогая нам, вы помогаете другим. Не знаю, как для вас, но для меня в этих передачах много ценного. Верю, что они помогут и вам, если досмотрите этот цикл до конца. Мы говорим о том, как не подпускать дьявола до своей жизни. Знаю, что мы можем не подпускать его, а если дьявол уже проник, вам нужно знать, как выгнать его. Мы дойдем и до этого вам это пригодится. Напомню, что предлагаем мой цикл из 10 передач под названием «Как не впустить дьявола в свою жизнь». В нем говорится о том, как построить вокруг себя защитную стену. И вот темы, вошедшие в цикл. Что значит бодрствовать? Как дьявол стремится уничтожить нас? Как понимать Иоанна 10.10? Жду не дождусь, когда мы дойдем до этой темы. Как возвести защитную стену? Как быть, когда дьявол уже внутри? Как заделать щели в вашей жизни, чтобы у дьявола не было доступа к вашим личным делам? Глубокие темы. Материалом прилагается учебное пособие. Очень удобное. Вы победите. С вами Божья сила. С вами Божье слово. Кровь Иисуса. Вы на стороне победителя. Остается лишь узнать, как войти в свою победу. Хочу за вас помолиться. Отец, во имя Иисуса, благодарю тебя за моего друга и за чудесную возможность разделить с ним общение в Божьем слове. Благодарим тебя за то, что мы можем применять Божье слово. И с помощью Святого Духа мы можем строить преграды на пути темных сил, не давая им проникнуть в наши дела. Провозглашаем свободу для нашей жизни, для наших финансов, для здоровья, для наших детей и наших семей. Во имя Иисуса. Аминь. Помните Клисиаста 8.4, где слово Царя, там власть. Пусть сегодня в вашей жизни явится власть Божьего Слова. Увидимся в следующей передаче. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Продолжение следует...